привет друзья сегодня у нас с вами испанская тема сегодня мы с вами пожарим вот такую замечательную вкусную камбалу с печенными овощами прежде чем разделывать камбалу на филетки и готовить ее мы с вами приготовим овощи камбалу я отправляю обратно в холодильник пусть она ждет своего часа сегодня мы с вами приготовим фенхель вы пробовали его если не пробовали замечательный овощ нам нужно обрезать вот все вот эти места кстати этот овощ можно кушать как и сырым так скажем так и приготовлены его можно запекать его можно добавлять в салаты нарежьте его тоненько смешайте с различными на салатными листами добавьте наш замечательный дрессинг вот я вам сейчас показываю в каких видео мы с вами делали дрессинги добавьте немножко апельсина и у вас получится прекрасный легкий салат и очень полезный вода закипела время бланшировать наш фенхель дожидаемся когда вода опять закипит как только вода закипит сразу заводите таймер на 5 минут делаем температуру чуть ниже так чтобы он не разварился у нас включаем таймер 5 как это должно выглядеть то есть нож проходит но в то же время еще чувствуется что овощ не готов на сто процентов нам необходимо доставать его именно сейчас и даем ему остыть пока он остывает мы с вами подготовим другие овощи перец желательно сорт капи я вам уже рассказывал что сорт капи очень вкусный и интересный он идеально подходит для запекания лучше чем обычный болгарский перец и помидорки черри морская соль фенхель сильно не солите потому что мы с вами солили воду поэтому в принципе там уже соль есть так слегка при порошите а вот помидорки и перчик до коричневый сахар тростниковый буквально вот так вот видите как я еще обычная чили немножко черного перца белое сухое вино чуть-чуть вот так вот оливковое масло нерафинированное где-то в среднем 3 столовых ложки наши овощи готовы следующий момент мы с вами будем сейчас делать салсу это салсу очень любят в испании и часто ее готовят различных ресторанах нам понадобится сок двух лимонов нерафинированное оливковое масло добавляем приблизительно столько же сколько нашего сока я думаю что в при среднем есть у нас с вами пол стакана пол пучка укропа ну и приблизительно столько же петрушки все меленько рубим четыре зубчика чеснока меленько в принципе вы можете выдавить из чеснокодавки это тоже не проблема половинку луковички шалот щепотку черного перца щепотку аджи или же чили щепотку сахара следующий момент нам нужны анчоусы в испании анчоусы обожают их кушают на завтрак обед и ужин нам понадобится в среднем 4 филетки меленько-меленько прям вот в пасту добавляем нашу салсу каперсы выжимаем от сока и также меленько рубим грецкие орехи среднем штук 8 когда вы будете готовить орехи для нашей салса обязательно следите чтобы не попались шкарлупки иначе кто-нибудь может сломать зуб мельчим орешки орешки прям в пыль не крошите пусть они останутся скажем так вот такими небольшими кусочками чтобы они были фактурными когда мы будем кушать рыбку и поливать нашей салсой эти орешки будут очень хорошо дополнять вкус мускусный вкус камбалы немножко сахара чуть-чуть соли и еще чили добавлю грамм 30 сухого вина начнем работать с наших камбалой приготовьте себе бумагу бумаги понадобится много ну что первым делом ее надо помыть вот видите обычно камбала который мы покупаем в магазине она такая как бы липкая ее надо помыть под холодной водой это все-таки донная рыба она лежит на дне ну и естественно она вся в тени следующий момент давайте мы ее обсушим вообще я вам хочу скажем так дать совет когда вы жарите их рыбу или мясо поверхность должна быть сухая потому что если бы рыба или мясо будет влажные мокрые то у вас не получится красивой корочки голову я убираю вот о чем я вам говорил бумаги нужно много голову не выбрасывайте мы будем ее готовить начинаем делать фили так вот с подрезали вот чистая фили слегка надрезаем многие снимают шкуру у камбалы сохраняет весь вкус ну зачем же срезать ее если в конце концов вам не понравится кожица вы можете просто напросто вилочкой снять филе одно филе готово 2 по старой схеме фили номер 3 получается что например с одной камбалы вы можете накормить четырех но не сильно голодных людей а людей например вот одной камбалы хватит для четырех подруг или же два мужчины ну вот 4 филе тки хребет не выбрасываем мы его будем тоже готовить опять пошла бумага ложили теперь с головой удараем жабры сейчас нужно включить духовку на 200 градусов как только она у нас подойдет сразу ставим овощи вы видите что у головы я убрал жабры все и помыл почистил разделил ее на две части все это мы тоже будем с вами жарить теперь давайте закончим с нашими филе я предлагаю их порезать напополам вот так вот чтобы было более комфортно кушать помните что они должны быть сухими черный перчик много не надо морская соль намечательно откладываем в сторонку пусть наша рыба как бы маринуется я вам хочу сказать что такая вкусная рыба как камбала не нуждается в дополнительных каких-либо специях мы кстати и будем жарить тоже на рисовом масле я добавлю немножечко чесночка и сливочного масла мы сделаем как бы такой французский стиль приготовления рыбы следующий момент давайте подготовим наши косточки что нам нужно для этого нам понадобится желток яйца немножко соли черный перчик все смешали так это наши овощи подошли сейчас посмотрим что у нас там происходит прошло 15 минут вот смотрите-ка они уже практически готовы я даю еще 7 минут и все в принципе они уже готовы я сейчас включаю гриль нам нужно их подрумянить наши косточки вот это у меня кукурузный крахмал прямо где-то две ложки нам понадобится тщательно помойте руки обсушить и никогда не пользуйтесь мокрыми руками мокрыми инструментами когда у вас масло 200 градусов потому что вода как только попадает в масло на сразу взрывается масло наше готово возьмите тарелку обязательно положите бумагу для того чтобы лишний жир стекал давайте начнем жарить наши овощи готовы буквально через десять минут мы с вами будем сервировать я выключил духовку ставлю овощи обратно духовка приоткрыта также свою теплую духовку ставьте тарелки на которых вы будете сервировать вы помните что горячим их сервируем на горячим холодное на холодном вот у нас с вами получились такие вот хрустики в испании очень любят жарить рыбу во фритюре они жарят кильку во фритюре не жарятся морепродукты все делают во фритюре поэтому я сделал тоже скажем так аля испанский вариант хорошо убираем сторонку масло убираю ставим сковородку и сейчас мы сами начнем жарить рыбу и буквально через несколько минут сервировать хорошо раскалили сковородку дайте маслу нагреться нам нужна температура в среднем сто семьдесят сто восемьдесят градусов кожей вниз от себя много не ложите нам нужно чтобы она пожарилась очень быстро и температура не упала большая проблема у наших бытовых плит то что регулятор стоит внутри регулятор постоянно плита отключается не хватает температуры в ресторанах мы пользуемся газовыми горелками и там очень высокая постоянная температура еда готовится очень быстро в домашних условиях приготовить и уровень ресторана крайне сложно но мы попытаемся жарим с каждой стороны в среднем по 2-2 с половиной минуты как только увидите что с той стороны уже подрумянилось переворачиваем еще даем две минуты и все филе камбалы жарится очень быстро пережаривать не нужно в духовке доводить его не нужно это не треска так бросаем зубец чеснока буквально пол столовой ложки сливочного масла так все готово у меня тарелочка из духовки она теплая чтобы рыбка не остыла я поставлю в духовку духовку видим что у меня стоит в духовке тарелочки наши овощи она теплая там сейчас температура в среднем 40 45 градусов как раз то самая температура дает нам возможность работать с нашим продуктом и все что уже готово чтобы не было холодным я стараюсь показать вам как можно оптимизировать свою работу и приготовление еды на бытовой кухне в ресторане конечно же все это происходит гораздо быстрее вот у меня одна скажем так плита демонстрационная и поэтому все очень сложно а когда у тебя сразу несколько больших плит в духовке грили и все под рукой бам-бам-бам и все готово в домашних условиях приготовить уровень ресторана конечно крайне сложно но ребята мы будем учиться я вам покажу как это сделать буквально через 10 секунд будет готова вторая партия рыбки давайте начнем сервировать все горячая ну а КОНЕЦ Ну, ребята, вот наше замечательное вкусное блюдо. Оно достаточно диетическое, легкое. Сейчас будем пробовать. В принципе, это у нас как бы получились две фуршетные тарелочки. Ну, скажем так, если вы еще сварите, например, ризотто, это будет вообще прекрасно. Ну, вот как-то так. Так, наш фенхель. Мягенький. А, ароматный. Супер. Ну, перчиком никого не удивишь. Но вот сочетание. Фенхель, перец и салса. Бомба. Рыбка. Видите, вот кожица. Вот о чем я говорил. Что многие говорили, ой, какая будет твердая. Да где же она твердая? Посмотрите, какая она мягенькая. Нежная рыбка. Видите, какая она сочная, посмотрите. Нежная и мягкая. Салса. Изумительно. Помидоры у нас наступают в роли соуса. Они мягкие. Полностью приготовились. Поэтому вот берете рыбу, кусочек, на помидорку. Просто песня. И для любителей похрустеть. Вот, вот такая вот хрустяшка. Расчудесно. Бокал белого вина. Прекрасный летний вечер. Замечательная компания. Ну, друзья, на этом все. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам было интересно, полезно. Вы чему-то научились. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!